Наш коллега Руслан Валерьев спрашивает, как вы оцениваете активность катекующих вас башкирских националистов, в том числе тех, кто эмигрировал. Я допомню, пожалуй, этот вопрос из чата. Альберт Рахматуллин спрашивает вас, что означает ваш призыв к Меликову потопить Кавказ в крови и не является ли это призывом к насильственным действиям по отношению к группе Лец? Нет, конечно. Альберт Рахматуллин, как обычно, гоняется за ведьмами. Я не об этом имел в виду, когда вот этот пост писал. Там речь идет о том, что, к сожалению, жители Кавказа очень плохо знают свою историю. Им бы лучше поизучать эту историю, тогда они, наверное, более конкретно поймут, в чем проблемы сейчас у них на месте. К вопросу о башкирских националистах, включая тех, кто уехал за рубеж, я достаточно спокойно отношусь к их критике, хотя бы потому, что у меня нет никакого противоречия, никаких проблем с башкирским народом, который на самом деле башкирский народ. Они те люди, которые провозгласили себя какими-то их представителями и мессией и прочее, и прочее. И которые берут на себя смелость формулировать те задачи, которые стоят перед башкирским этносом на данный момент. Ну, хотя бы потому, что у этих людей, на мой взгляд, недостаточно квалификации для таких крупномасштабных размышлений и таких вот философских заявлений. Так что, нет, я спокойно к этому отношусь, нормально все. А все-таки ваш призыв, что он означает конкретно? Нет, если говорить о том, как бы я видел роль действующей власти в Дагестане в этой ситуации, безусловно, никакого избыточного насилия не нужно. Но подобные акции должны... Вот тут как раз должна работать Росгвардия и силовые структуры. То есть, подобные акции должны пресекаться самым жестоким образом. В том смысле, что это нарушение общественного порядка, это нарушение социальных устоев и прочих вещей. То есть, ну, тут вот бездействие силовиков, например, я думаю, что там оценку дадут. То есть, Росгвардия появилась в аэропорту там через полтора или два часа. Как такое возможно вообще? Это особым образом охраняемые объекты. И наверняка сигналы и информация о том, как это, ну, что происходит и как нужно реагировать, прошли достаточно быстро. Более того, есть информация о том, что об этих событиях предупреждали заранее. То есть, была информация от местных жителей, что что-то такое готовится и происходит. То есть, это тоже прошло мимо ушей. Мы сейчас обсуждаем, конечно, Дагестан и вот ситуацию с администрированием территории. Вы солидарны с Владимиром Путином, который утверждает, что это было инспирировано из Украины? Я нисколько не допускаю этого. Конечно же, нет. Ну, по крайней мере, в моих предположениях. То есть, у меня нет оперативных данных. Но, согласитесь, это абсурд. Чтобы, ну, вот эта масса, как выразился Меликов, дагестанских маргиналов пошла на поводу у еврея Зеленского. Ну, это же противоречит собственной концепции произошедшего, во-первых. Во-вторых, ну, валить все на, там, шпионов и злодеев, которые, ну, виноваты в любом происшествии, которое у нас происходит в стране, это, конечно, удобно, но это совершенно нелогично. То есть, масса вещей происходит, ну, по вине, например, местных властей, по недогляду, по неразумению их и так далее. На ваш взгляд, как вообще стало возможно, что в 23-м году в России стали возможны еврейские погромы? И что на это повлияло? Не знаю, дружба с Хамас, как бы агрессивная госпропаганда, там, не знаю, еще что-то, какие-то факторы. Что стало триггером? Ну, тут, во-первых, как всегда, целый комплекс проблем. Значит, во-первых, да, мы, я имею в виду российскую пропаганду не себя лично, а вообще вот это информационное пространство, оно странным образом дает оценку происходящему на Ближнем Востоке. То есть, я своими ушами вчера по радио слышал, как боевиков и террористов Хамас называли силами сопротивления. То есть, согласитесь, формулировка... По какому радио извините? Это было радио «Маяк», насколько я помню. Не «Голос Америки». Нет, нет, не «Голос Америки», это российское официальное пропагандистское радио, которое называло террористов и боевиков Хамас силами сопротивления. Согласитесь, коннотация весьма такая своеобразная. То есть, сопротивляются всегда те, кого угнетают, сопротивляются к чему-то плохому, сопротивляются там, значит, сирые, убогие, которым нужно сочувствовать. То есть, вот сила слова здесь очень велика. Вот. То есть, и мы видим, насколько в российской вот этой пропагандистской машине прошит код того, что мы, россияне, по их мнению, должны сочувствовать Хамасу. И вот когда вот это длилось, 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 или сейчас мы уже переходим к тому, почему это произошло в Махачкале, а там, видимо, существует некая прослойка людей, которые действительно беззаветно верят в Первый канал. То есть, люди сочли это неким сигналом, некой государственной позицией и так далее, и так далее. Но при том, что на российских каналах никто не призывал там без жидов спасай Россию, это не звучало. Но российский человек, он способен домыслить очень много. Между строк читать. Да, между строк читать даже то, чего там не написано, на самом деле. То есть, вот это действительно комплекс. Плюс, конечно, достаточно бедственное состояние социальной сферы Дагестана. Там действительно такая очень благоприятная среда для развития подобных объединений и сообществ. Это очень бедный регион, очень большие проблемы. Видимо, есть определенная бесконтрольность распространения каких-то и религиозных концепций. То есть, я не знаю, я не специалист по Дагестану, но вот это можно предположить. То есть, это ровно то, что действительно нужно, во-первых, анализировать и подвергать критическому анализу во всех регионах, на самом деле. В том числе и в Поволжье особенно. Так что, ну, я надеюсь, что Дагестан будет нам уроком. Я просто отмечу, что, допустим, я сегодня утром видел в телеграм-каналах фотографии из полмосковных поселков, где заборы в некоторых частных домовладении исписаны надписью «Юды» и «Звездами Давида». Я надеюсь, что никогда это не появится здесь у нас в Башкирии. Ну, это тоже надеюсь.